Факсов, компьютеров и телевидения. Уехал сам и увез двоих ребятишек и больную женщину, супругу, лечить. В принципе, каждый из нас вполне способен прокормить и себя, и свою семью, занимаясь, как нас в школе учили, натуральным хозяйством. И, пожалуй, многие из наших зрителей прикидывают. Эх, бросить бы все, построить дом где-нибудь в глуши. КОНЕЦ Далеко не у каждого хватит самообладания поставить такой вот эксперимент на самом себе. Тем более, если ты отвечаешь перед судьбой, перед Всевышним, за жизни других людей, бесконечно тебе верящих, и, по сути, совершенно беззащитных. КОНЕЦ Папе помогаем таскать то, что в капканы ловится. Еду по вечерам варим. Уроки делаем вечером. Экзамен на игру сдаем. На самолеты летаем. Хорошо получаем. В прошлом году первый раз ездили одни экзамены сдавать. Еще ни разу в одном и том же классе не были. Ясно. А вы кем хотите стать? Охотниками, как у папы? Или еще не решили? Сначала охотниками, а потом выбирать надо. Сначала, чтобы денег заработать. Надо охотникам. Я не знаю. Или охотникам, или певцам, или... А вот, ребята, расскажите какую-нибудь самую интересную историю, которая у вас за последнее время тут произошла. Ну, на охоте там или еще... Один раз Игнат от дома отошел, наша собака двух кабанов загнала. Одного куда-то угнала, Игнат смотрит, кабан стоит. Ну, видел кабана. Зайцев видел и летом, и зимой. Зайцев... Казу один раз видел, вот на вот этой вот просеке. Зайцев пытаемся ловить. Не помню, где-то два дня назад Игнат нашел возле... Поймали зайца. Белок разделываю. Самая большая за 15-20 минут белка. Обдираю, мездрю, вешаю. Здорово. Кеша, а для чего ты такой ножик носишь? Здорово. Покажи, кстати. А как это... Вот оставь, Кеша. Белку убил, ее ободрать надо. Это... Ножа, ножа нету. Как ее обдирать? Ничего не скажешь. Обкажи. Ну, Сережа, не оружие. И вот этим вот ножом ты прям белку обдирешь. Не знаю, смогу, наверное. Я им еще белку не обдирал. Складным обдирал, а этим нет. Один раз было, мы еще маленькие были. Дома сидели, выглядываем в окно, а там сахаты стоит. Вот тут на поляне. Мальчишкам этим невдомек, как дорого стоит чувство прекрасного, которое у них уже в крови. Как невозможно ему научить ни в какой самой респектабельной школе искусств или дорогой престижной гимназии с видом на Кремль. Я уходил в тайгу, жена лежала в больнице. Мне позарез надо было проверить капканы. Я за... Ну, в общем, на шесть дней оставлял детей одних. Это примерно в первом классе они учились. Я их инструктировал, что делать в случае пожара там и прочее. И в частности я им объяснял, что керосин, бензин, масло горящее. Нельзя тушить водой, потому что наоборот растечется по воде пленка масляная и пожар еще больше будет. Что это тушат любой шерстью, шкурой, сукном, шерстяным одеялом. Когда я пришел, они мне доложили. У нас был пожар, мы все сделали, как ты сказал. И показывают эти прожженные штаны. Оказывается, что-то они жарили, у них вспыхнуло масло на сковороде, на печке. Схватили первые попавшиеся кешкины штаны, этими штанами затушили. Ну, штаны там прожгли в нескольких местах. Ну, ругать нельзя. Все правильно. Имена у мальчишек поначалу показались непривычными. Кеша и Игнат. Кстати, на кешке сейчас те самые знаменитые штаны, которыми был потушен пожар. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что этим ребятам не страшна самая неожиданная экстремальная ситуация. Они найдут выход из любого трудного положения. И самое главное, для них привычен ежедневный и нелегкий труд. Для них это нормально, буднично, обыкновенно. Не будешь трудиться, просто не выживешь. Я не могу сказать, что я их специально приучаю. Просто мы вместе живем, нам им больше просто нельзя. Мы просто вместе работаем. Вот и все. Для нас было удивительным это знакомство. В этих прекрасных и совершенно диких местах, немыслимой долей от цивилизации, со всеми ее достоинствами и бедами, могут сегодня, в наши дни, жить очень славные и красивые люди. Вовсе даже не пигмеи какие-нибудь, а вполне обыкновенные, добрые, чуткие и дружелюбные. Наши современники. Которым нужно получить соль, керосин и дистопливо с большой земли. Не забывать делать уроки по вечерам. И регулярно, раз в полгода, вылетать на самолете в район. Сдавать экзамены экстерном. Мы не закончили наш рассказ. Мы лишь представили вам наших героев. В следующей передаче мы расскажем подробнее о том, как они живут, с кем соседствуют, как получают электричество. И вернемся к нашей викторине, в связи с которой мы уже начали получать сообщения на наш пейджер. 742-5353. Абонент Шакуров. Мы рады вам. Звоните. Просим вас указывать номер своего телефона, чтобы наша редакция могла с вами связаться. В следующей передаче мы с вами продолжим путешествие по Сибири и Дальнему Востоку. Ну а сегодня на этом наша передача заканчивается. Спасибо, что смотрели нас. Все ваши пожелания и вопросы отправляйте к нам на пейджер. 742-5353. Абонент Шакуров. Вот и все. Спасибо. Смотрите нас в следующую пятницу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok